Моя сонная девочка не хочет просыпаться. Чё ты не просыпаешься, а, сонная девочка? Трогаю её, пихаю. Колбасочка, смотрите, лежит. Эй, колбасочка! Колбасочка! Ой, потекушки! Ой! Чё, рульни? Идём давай? Пошли? Идём? Ок, да. Утреное обтирание. Идём? Пошли? Пошли? Идём? Идём? Утреное облицовое 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 облицов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, я их не задорого купила, но, знаете, это были одни из моих любимых штанов. И сам факт, что это типа Calvin Klein, и потом такая вещь происходит. Ну ладно, это им уже всего лишь год. Так что, да, в очередной раз вещь Calvin Klein меня не радует, потому что это не первая вещь Calvin Klein, которая у меня портится. У меня обычно майки портятся, потому что у меня в майках всегда у какой-то майки начинают швы снизу. И вот эти, они раскрываются у меня и потом портятся. Это уже было в двух майках, и теперь это. Ну ладно, зато избавляемся от старого и покупаем себе новые, правильно? Была, короче, в Волмарте на днях. И, знаете, Волмарт продает такие вот флисовые, ну такие вот одеялка за 2,50. Обычно приюты просят, если у вас есть, отдавать им старые такие вот одеялка, либо покупать. И если вы в США и хотите хорошее дело делать в приют, посмотрите на их сайте. Они всегда пишут, чем они нуждаются, и можно запросто за 2,50 несколько таких купить, привезти в приют, и собачкам будут хорошие, приятные одеялка. Ну это я чарки купила, кстати, тематика, ну, для собачки, тематика собачек. Это, наверное, на диван. Я у чарки своё место на диване есть, её место, её трон. И я этот кусок дивана всегда покрываю одеялком, потому что, ну, как бы ногти, все дела. Я хочу, чтобы у нас, как бы, мебель достаточно как можно дольше была хорошая, а не сразу, спустя пару месяцев, как мы купили, расцарапано. Поэтому я стилю. И мне кажется, ей удобнее на таком вот лежать, чем на вот этом кожаном, холодном диване. Поэтому, вот. Либо зимой, когда будет прохладненько, зимой я чарку накрываю, потому что я ночью, зимой вообще, я люблю ночью, чтобы было очень холодно. Летом ещё как-то, я думаю, ей нормально. Но когда зимой на улице холодно и дома холодно, как-то сразу температура совсем другая в доме, что летом или зимой. И зимой я отключаю или очень низко оставлю отопление, потому что мы под одеялом. Я люблю просто в холоде спать под толстым одеялом. И зимой я её даже накрываю, потому что она мой ребёнок. Поэтому, да. За 2,50. И там есть разные принты или просто разные цвета без принтов. Решила собачкой такую миленькую взять. Просто офигеть, у нас сейчас 4, ну почти 5 вечера. И у нас 25 градусов, знаете, солнце греет, но ветер прохладненький дует. Обычно солнце греет, и ветер тёплый, создаётся просто адская жара невеносимая. А сейчас вроде в теньке я сижу, чувствую, что солнце такое вот тёпленькое. Но вот этот ветерок будет прохладный и так хорошо. Я же так наслаждаюсь, что я могу сидеть у себя в огороде. И учиться и быть на свежем воздухе. Это такой кайф сейчас просто. Я стол вытерла, потому что изо всех этих дождей он очень был грязный. Я вот его вытерла. Всё такое чистенькое, удобное, приятное. И я сейчас очень на самом деле радуюсь. Вот это эти вот маленькие мелочи в жизни, которые ты не ценишь, когда они у тебя постоянно есть. Вот мы живём в Техасе, мы не можем летом наслаждаться летом, потому что жара, и мы все прячемся дома под кондиционером. И для меня лично это такой люксус сейчас. Сидеть на улице, не потеть. И просто наслаждаться. И Alright. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...